Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из Церкви Волна. Мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Для меня это честь и привилегия послушать знакомых многим из нас людей, но их истории, возможно, не столь хорошо знакомы. На прошлой неделе пастор Шерон очень хорошо сказал о том, что идеальных семей не бывает. У всех нас есть проблемы, которые нужно решать, поэтому не извиняйтесь за свою семью. Послушаем несколько историй от пастора Роберта и пасторов Марка и Сэнди поприветствуем. Роберт, начнем с вас. Расскажите, как вы с Маргарет пришли в церковь Волна Вирджиния Бич? Я пришел в 67-м году, когда был молодым парнем. Несколько лет мы путешествовали как музыкальная госпол-группа, писали новые песни, которые очень свежо звучали в Америке. Я познакомился с Маргарет в 71-м. Поженились мы в 75-м. В то время мы еще путешествовали по США. Я понял, что мне будет сложно оставаться в Аризоне или Калифорнии. Предыдущий пастор этой церкви пригласил нас сюда, в Вирджиния Бич. Год спустя мы приехали в Вирджинию Бич, а два года спустя мы уже переехали сюда. Мы ни разу об этом не пожалели. Верите, нет? Ни разу. Мы тоже. А сколько у вас детей? У нас четверо детей. Они родились до переезда или после? Они родились до переезда. Самая младшая дочь Стефани, которая на прошлой неделе вышла замуж, родилась здесь сразу после конференции. У нас есть двойняшки, им по 40 лет. Не верится, что моим двойняшкам по 40. Я мог бы быть и вашим отцом. Да, вы вполне могли бы им быть. Я никогда не чувствую себя старым, пока кто-то об этом не скажет. Еще у меня есть сын Дэвид, ему 35, а Стефани 33. У вас был нелегкий период в жизни с одним из ваших детей, Дэвидом. Расскажите немного об этом, пожалуйста. Да, мне было нелегко с двумя детьми. Один из них сегодня здесь, поэтому о нем говорить не буду. А второй сейчас в Шотландии. У каждой семьи есть идеальное представление о том, чем будут заниматься их дети. Я был уверен, что мои дети вырастут и будут в служении. К сожалению, они выросли другими. Хотя сейчас у них все отлично. Моему сыну Дэвиду сейчас 35. Если вы знакомы с моими детьми, вы знаете, что все они очень вежливы. Это самые любезные дети. Такими были и Дэвид, и Джули, и Роберт. Когда Дэвиду было 15, мы заметили, что он изменился. С ним что-то было не так. Я даже не догадывался, что он начал принимать наркотики. Обычно родители самые последние из тех, кто узнает о подобных вещах. Кто-то просто отрицает, а мы вовсе не имели об этом ни малейшего понятия. Я подумал, что просто такие странности, однако мы видели явные перемены. А вот затем все пошло по наклонной. Все стало только ухудшаться день ото дня, неделя за неделей. Какой отпечаток это наложило на вас с Маргарет? Это сильно на нас повлияло. Так всегда бывает с родителями, потому что вы оба любите своих детей и хотите поступить правильно. Однажды я сказал Маргарет, если пустить все на самотек, это нас разъединит. Это было для нас большим стрессом. Нам пришлось договориться. Любое наше действие по отношению к Дэвиду мы будем совершать как команда, как пара. И все наши действия будут согласованы. В нашем доме стали пропадать вещи. Однажды пропал генератор. Волшебству я никогда не верил. У меня была коллекционная гитара, стоимостью около 10 тысяч долларов. Я получил ее в подарок от хорошего друга. Она тоже пропала. Постепенно пропали очень многие вещи. Однажды я сказал Маргарет, если мы ничего не предпримем, станет еще хуже. Для меня было очень важно во всем согласиться. Я сказал, если мы согласимся как пара, то как только пропадет еще одна вещь, я сам сдам его в полицию. Сам отвезу его в участок. Это жесткая любовь. Я не раз проявлял жесткую любовь. Но этот момент был самым сложным. Я должен был так поступить. Спустя месяц пропала еще одна вещь. Это была наша газонокосилка. Я увидел, что она исчезла и сказал Дэвиду. Дэвид, я предупреждал, что сдам тебя в полицию, если из дома пропадет еще хоть что-то. Он был преступником. Он сказал, ладно. Я сказал, садись в машину, я везу тебя в полицию, как и обещал. Он сказал, ну ладно. Он был в яме, ему никак было не выбраться. У него не было выхода, и к тому же на него влияла дурная компания. Я отвез его в полицию и заявил об уголовных преступлениях. Я никогда не обвинял его в наркотиках, я обвинил его в преступлениях. Даже полицейский пришел и сказал нам, не знаю, как этот хороший парень ввязался во все это. Я и сам не знаю. Он был замечательным мальчиком. Это правда. Так, чтобы сказать, что он делал кому-то зла, такого ведь вообще никогда не было. Это правда. Я не очень хорошо его знал, но помню, как отчаянно он катался на велосипеде и забирался на нем на деревья. Он казался самым добрым человеком на свете. Вы пробовали другие способы, прежде чем наступил самый острый момент. К примеру, поставить рамки или затянуть гайки. Да, мы ходили к христианскому консультанту. Первый раз сын пошел туда перед Рождеством. Консультант сказал, лучшее, что мы можем сделать, сдать его в полицию. Я не был готов к этому и сказал Маргарет, я скорее умру, чем сдам собственного сына. Могу сказать, что никогда не выставлял его из дома. Люди говорили, я бы просто выгнал его из дома. Я так не мог. Может, для кого-то так было бы лучше. А я считал, если я не буду за них молиться, за них будет молиться дьявол. Я верил, что он должен быть дома, рядом с нами, чтобы нам поддерживать хоть какой-то контакт. Мы всегда были рядом и никогда, слышите, никогда не выгоняли его из дому, пока не наступил момент отвезти его в полицию. Поразительно, как хитро враг сплетает свои сети в семьях и сеет соблазны для отдельных ее членов. Как только ваш сын справился с этим вызовом подросткового возраста, вам нечаянно позвонил бывший наркоторговец. Вы узнали, что он вышел на свободу и тут же начали молиться за него. Итак, наступил такой момент, когда вы с Маргарет согласились и приняли такое решение, твердо зная, что нужно поступить именно так. Конечно же, это было согласовано. Никто из нас не поступил бы так в одиночку. Нашего сына посадили за решетку на 13 месяцев. Мы навещали его каждую субботу в тюрьме Вирджиния-Бич, и это нас опустошало. Я не мог в это поверить. Не мог. Эти мальчики росли в церкви и любили Господа, но однажды отвернулись от него и пошли своей дорогой, принимая наркотики. Каждое субботнее утро мы с Маргарет ездили поговорить с Дэвидом. Мы не говорили с ним лично, мы общались через монитор, потому что он был на втором этаже и не мог к нам спуститься. Это было еще хуже, но мы справились. Мы продолжали к нему приезжать, чтобы было легче. Маргарет говорила, поехали на наш пикник. Пикником мы называли возможность повидать Дэвида в тюрьме Вирджинии-Бич. Вот такие были у нас времена. Каково было оставаться пастором в нашей команде в это время? Переживая такие события, вы сидели на первом ряду и служили людям, в то время как ваше сердце так болело. Каково было проходить такой путь? Было очень тяжело. Меня одолевало чувство стыда и вины, но мы никогда не переставали делать то, что мы делаем. Почти никто в церкви не знал, где находится мой сын. Мы никогда об этом не рассказывали, но пасторы Стива Шерон всегда были рядом. Они молились за нас и постоянно с нами встречались. Я говорил дьяволу, дьявол, я буду лучше говорить, лучше служить, буду больше делать для царства. Не думай, что остановишь меня от дел для царства теми событиями, что произошли в моей жизни. И вот грустное событие. Пока сын был в тюрьме, две девушки из Вирджиния-Бич были застрелены легальным иммигрантом. Служба безопасности провела специальный рейд по местным тюрьмам, и все те, кто не были гражданами, были депортированы. У моего сына была просроченная грин-карта, поэтому ему сказали, отправляйся домой. Нам пришлось бороться с адвокатами. Это стоило нам несколько тысяч долларов, но мы сражались за сына. Я никогда не забуду самого строгого судью. Домой в течение 21 дня. Это было очень страшно. Мы с Маргарет были опустошены, но таково было постановление судьи. Сына депортировали домой, в Шотландию, 10 лет назад. Но на этом, как вы знаете, история не закончилась. Как у него дела в Шотландии? Он находится там уже несколько лет, да? Уже 10 лет. Пять лет назад он женился на прекрасной девушке. В прошлое месяце их дочери исполнилось два года. Однажды он мне сказал, «Папа, если бы я вернулся в Вирджиния-Бич, я был бы уже мертв. Самое лучшее, что ты для меня сделал, сдал меня тогда, в тот день, в полицию». Так он сказал. Марк и Сэнди, вы кажетесь идеальными. Ваш брак кажется идеальным, как с картинки. Вы в служении и тоже переехали в Соединенные Штаты. Сколько лет вы вместе? В ноябре будет 30. Потрясающе. Жизнь всегда была сказкой? Конечно, нет. Сказки только в сказках. Я верила в это. Когда мы собирались вступить в супружескую жизнь, я была христианкой, мы были пасторами. Самой большой моей мечтой было пожениться, купить дом и иметь много детей. Дальше этого мечты не распространялись. Насколько реальность отличалась от этой мечты? Мы боролись с бесплодием. За время этой борьбы у нас произошло 13 выкидышей. Мы пережили много процессов искусственного оплодотворения. Когда у вас случается очередной выкидыш, вы чувствуете себя как на американских горках, плюс все последствия после выкидыша. К тому же мне приходилось принимать гормональные лекарства. Вот такой вот путь у нас был, столько испытаний. В общем, интересно, не правда ли? Да, интересно. И после очередного выкидыша я возвращался домой, не зная, к кому я возвращаюсь. Конечно, мы старались сохранять спокойствие. Многие вещи мы проходили верой, но жизнь не всегда складывается так, как вы надеетесь, как вы ожидаете. При этом Бог не оставил и не покинул нас. Бог всегда был с нами. Я приходил домой и видел, как Сэнди копается в саду. В конечном итоге, там, где были кусты, оставались только палки. У нее не получалось заниматься садом из-за множества переживаний. Ее импульсивное поведение приводило к тому, что там, где прежде были прекрасные кустарники, из земли торчали только голые палки. Да, я так и думал, что сегодня будет интересный вечер. Мы пытались пройти это испытание, и все сопутствующие разочарования... Мы заходили к вам домой и тут же уходили. Ты помнишь это? Я бы сказал, чтобы Бог всегда был верен. Я всегда обретал силу от Бога во всех этих ситуациях. Я не просто приходил домой, но всегда говорил, я не один. Мы проходим этот путь не в одиночку. Есть жизнь, есть дорога, есть целая жизнь, путь, по которому мы продолжим идти прямо, не сворачивая. Совершенно верно. Было ли вам неудобно говорить с людьми? Мы тоже пережили два выкидыша, но люди не знают, как к этому относиться, поэтому лучше не объявлять о беременности раньше времени. Когда у нас случился первый выкидыш, наш сосед сказал, по крайней мере, он еще не был живым. Я ответил, это так утешает, я это ценю. Но боль всегда реальна. Сначала ваши эмоции на подъеме, а затем только боль. Я даже стал отмечать в календаре даты двух наших выкидышей, потому что они произошли во второй день, второго триместра, всего за два дня до безопасного порога, в один и тот же день. Боль реальна. Но люди не знают, как к этому относиться. Верно, они не знают. Говоря с теми, кто пережил потерю, я научилась не начинать со слов «по крайней мере», потому что эту потерю никак не объяснить. Она просто произошла. Она произошла. Лучше говорить так, чтобы никого не ранить, быть чуткими и не избегать таких людей, потому что им очень тяжело. Люди не знали, что мне сказать и как себя вести. Меня не приглашали на вечеринки в честь ожидания ребенка, потому что не знали, как я отреагирую на это. Мне не нужен был чей-то ребенок. Я хотела своего ребенка. Поэтому мне пришлось сфокусироваться не на себе, но на других. Я заключила с собой соглашение, что не буду жалеть себя, хотя это было легче всего. Я до сих пор не встретила человека, который пережил бы столько же выкидышей. Я считала себя ошибкой природы. Потом я поняла, что причина не во мне, но я не знаю, почему прохожу через это. Вопрос «почему» остался бы без ответа и заставил бы меня ходить по замкнутому кругу. В 125-м псалме, 5-м стихе говорится, «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Раньше я ненавидела это место Писания. Оно мне не нравилось. Этот период длился 15 лет. Не пару лет, а 15 лет. 15 долгих лет. И я не понимала, что происходит в моей жизни. Затем я получила откровение, что «ты не сеешь слезы, ты сеешь со слезами». В другом переводе сказано «ты сеешь слезы, как семена». Я перевела взгляд самой себя и просто помогала в церкви, занимаясь различными делами, и я отдавала все себя. Это было очень-очень важно. Джастин родился в то же время? Да, у меня было три выкидыша, а затем появился Джастин. С ним не было никаких проблем. Он был замечательным ребенком. Джастин был чудом. Он появился почти сразу после выкидыша. Я помню, что через 6 или 8 недель после выкидыша пришел домой, где Сэнди просто лежала на диване. У нее не было сил. В тот момент я не был хорошим мужем. Она лежала на диване, а я был сыт по горло тем, что она ничего не делает дома. Я сказал, послушай, сходи на прием к врачу. Если бы это произошло вновь, я был бы намного более чутким. Итак, она пошла ко врачу за какое-то время. До этого мы молились вместе с известным евангелистом исцеления из Австралии. Он помолился за нас и говорил, что у нас будет ребенок. Честно говоря, в такой момент мы немного удивились. Не знаю, переживал ли кто-то, что-то подобное. Вы живете надеждой, верите, но не до конца. Вы говорите правильные вещи, но внутри себя вы как будто балансируете где-то на грани и не доверяете тому, кто что-то вам говорит. Так что евангелист сказал нам о ребенке. Не вдаваясь в подробности, скажу, что отправил Сэнди ко врачу, но сам ее туда не повез. Я просто сказал, садись в машину и езжай туда. Приезжай в больницу и проверься. Как хорошая жена, она так и сделала. Видимо, вы не слишком церемонились. Но все хорошо закончилось. Да, но это был нелегкий путь. Так вот, на приеме врач сказал, давайте посмотрим, беременны ли вы. В этот момент она засмеялась. Как же беременна? Ну да. Конечно, такое уже бывало. Но это была правда. Вы проходили это вместе со своей церковной семьей и христианами, в то же время встречались со своей семьей, где не было христиан. Как вы справлялись с этим? С одной стороны, вы пытаетесь быть верными и верить Богу, а с другой стороны, встречаетесь с людьми, которые считают, что Бог не для них. Моя мама, Энни, спаслась после 31 года моих молитв. Представляете? В прошлом году она отдала свою жизнь Иисусу. Аллилуйя. Да, это было сложное время. Много из того, что происходило в моей семье, не знали. Время от времени я говорила им, что происходит, но они не понимали всех процессов. Они всегда планировали семейные мероприятия на воскресенье и всегда ждали, что мы тоже придем. Но я говорила, воскресенье для нас как рабочий день. Может быть, мы проведем мероприятие в субботу? Нет, суббота – день для спорта. Я спрашивала, а что вы делаете по понедельникам? Понедельник – рабочий день. Зачастую получалось именно так. Я радикально спаслась в 22 года. Еще до того, как мы с Марком поженились, моя мама как-то обнаружила в моей спальне обещание участвовать в строительстве здания церкви, в которую я тогда ходила. Только 10 лет спустя. Она сказала мне, что ходила к пастору той церкви, чтобы узнать, почему они просят деньги. И с тех пор она говорит мне, дорогая, для тебя это хорошо, а для нас нет. Как вы справлялись в своей христианской жизни с семьей, которая не понимала таких вещей? Мы всегда относились к ним так, будто они спасены, будто они христиане, потому что верили в Бога. Мы всегда на противоположной стороне чуда. Чудо возможно для каждого из нас. Порой это масштабное чудо, от которого захватывает дух. Когда дело доходит до семей, которые обретают Иисуса, мы знаем, что Иисус их любит и хочет, чтобы они познали Его. Поэтому мы говорили с ними так, будто они христиане, и все понимают. Порой у них были забавные лица, когда мы говорили о том, что молимся за что-то и верим в этом Богу. В конечном итоге, думаю, самое важное, что мы продолжали верить Богу, в то время как другие люди были готовы опустить руки и сказать, на что же вы надеетесь, как Бог может быть реальным после всего случившегося. Мы знали, что Бог реален, несмотря ни на что. Это было не просто чудо. Дух Святой был в нас. Он укреплял нас и давал нам возможность не только пройти все это, но и одержать победу на середине пути. Порой мы не ощущали это как победу, но садясь и размышляя об этом, мы понимали, что это триумфальный путь, просто потому что это не убило нас, не одолело нас. Мы находили силу в том, на кого опирались. Дух Святой давал нам силу встать и продолжать идти, и мы двигались вперед, несмотря ни на что. Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и Спасителем. Библия говорит, что Он друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус – ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же, если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, «Дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю тебя, как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин, и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь». Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас поздравить. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду в Спасителя. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам. Сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас в Вирджиния Бич в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok